Студенческая жизнь КФУ Суперфинали захватывающей игры Буквально недавно в стенах Казанского федерального университета завершилось заседание ректората. Повестка дня была насыщенной, много внимания уделили дальнейшему развитию университета. Самые важные новости ректората ты узнаешь уже в нашем следующем выпуске. А сейчас продолжаем. КФУ не останавливается на достигнутом и развивает сотрудничество с вузами по всему миру. К чему приведет работа с университетами из солнечной Индии, выяснила Аделя Шамилова. Великая история и большие достижения Казанского федерального университета продолжают покорять внимание важных гостей. На этот раз Альма-Матер почтила визитом делегации из Индии во главе с чрезвычайным послом. Убедившись во всем лично, гости вуза отметили огромный потенциал Казанского университета, обозначив все возможности для развития партнерских отношений, ректор КФУ подтвердил готовность к развитию образовательных программ. К большому сожалению, между университетом нашим и индийскими университетами такой большой длительной истории взаимного сотрудничества пока нет. Мы более интенсивно начали работать, начиная с 2012 года, и очень интенсивно работали в 2015-2016 годах. После совещания с ректором КФУ чрезвычайного посла Индии ждала еще одна не менее важная встреча со студентами и директорами вуза. В рамках визита он провел публичную лекцию, на которой обсудил со слушателями российско-индийские отношения в области образования и науки. И, конечно же, не утаил от слушателей истинную цель своего визита в Казанский федеральный. Нашим странам, России и Индии, просто необходимо продолжать развивать дальнейшее плодотворное сотрудничество. И, конечно же, нельзя оставить без внимания образование и науку. Мне очень хочется видеть вас, студенты-магистранты и аспиранты в университетах Индии. Думаю, стоит приложить к этому максимум усилий. Можно с уверенностью сказать, что уже есть все предпосылки для дальнейшего сотрудничества КФУ с вузами Индии. Совсем скоро можно будет с легкостью осуществить обмен опытом в области образования, науки и инноваций. Адель Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз. В рамках нового проекта «Мост» выпускники Казанского федерального пришли поделиться своими историями успеха, случаями из практики и воспоминаниями о студенчестве. Как проходила встреча, смотри в следующем сюжете. Сегодня практически в каждой крупной организации можно встретить выпускников одного из крупнейших вузов страны. Беседы известных и успешных людей с представителями студенчества не только позволят удовлетворить любопытство, но и поможет молодым и амбициозным не оставаться незамеченными. 11 ноября в Казанском федеральном зародилась новая традиция. Мост между поколениями соединил всех, кто учился, учится и будет учиться в КФУ. Первую встречу выдающихся выпускников торжественно открыл ректор КФУ Ильшат Гафуров. Здесь придут на встречи люди различных в офисе, но люди состоявшихся. Это хорошее начинание, а в каком виде оно будет продолжено, во многом будет зависеть от организаторов этого мероприятия. Миссия проекта – не возводить стены, а прокладывать мосты. Мероприятие направлено на обмен опытом и развитие связей между поколениями людей, учащихся в Казанском федеральном. Первый спикер – молодой ученый КФУ Тимур Маджидов. Призывает студентов участвовать во всех политических клубах, научных работах, в творческой жизни университета. Главное, по его словам, учиться не ради диплома, а получать знания, навыки и умения. Именно пройдя через тернистый путь исканий, Тимур нашел свое призвание к науке. Я уверен, что таланты зарыты в каждом из нас. Более того, в каждом из нас очень много талантов. И так же, как и деревья, таланты нужно растить. И в этом заключается вся хитрость. Потому что некоторые таланты наши, они помогают другим, а некоторые, так скажем, исключают какие-то другие. И очень важно в какой-то момент понять, какой из этих талантов ты действительно хочешь реализовать. Какой из них может вам помочь для того, чтобы вы достигали целей, которые вы хотите в жизни. И понять, какие эти цели в жизни. Поделились своими историями успеха и профессиональными секретами Егор Алеев, собственный корреспондент ТАСТ в Казани и Анастасия Фатахова, основатель проекта «Математика». Гузель Хисматулина рассказала о своем главном достижении. Тренинговая компания «Тимсофт» не просто работа для Гузель, это образ жизни. Она поделилась небольшими советами, как правильно найти свой путь в жизни. Я всегда говорю три вещи. Первое, я говорю первое, не бояться принимать рехения, смелее принимать рехения. Не надо гдать с пятого курса, надо начинать на первом курсе. Второе, это общение. Общаться, создавать коммуникативное пространство. То есть уметь разговаривать с людьми, налаживать связи, налаживать снахения. Ну и третье, это работа. Вообще в любом деле, если хочешь добиться успеха, без работы ничего не получится. Сколько бы у тебя не было таланта, это вообще никто по сравнению с тем, сколько тебе придется влагаться. Причем, чем больше твой талант, тем больше тебе придется работать. Проект «Мост» организован сообществом выпускников КФУ «Альма-Матер» и будет проводиться ежемесячно с новыми спикерами-выпускниками университета. Елизавета Евтифеева, Роман Самарин, Универ Ньюс. Всемирная сеть не молчит. Самые актуальные новости интернета уже собраны в нашей традиционной рубрике «Веб Ньюс». 26 ноября в столице Татарстана пройдет жеребьевка Кубка Конфедерации «ФИФА-2017». Предварительная продажа билетов на матчи уже стартовала. Волейболисты казанского «Зенита» в гостях переиграли факел. Матч завершился сухой победой казанцев 3-0. К Новому году на набережной в Казани будет построен сказочный городок. В начале декабря посетители увидят дом Деда Мороза и покатаются на самом длинном в Европе искусственном катке. 26 ноября в Институте управления экономики и финансов КФУ состоится деловая игра «Бухгалтер на планете ВЭД», проводимая в рамках интерактивных занятий по дисциплине «Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности». Казанский университет поможет китайским нефтяникам извлекать сверхвязкую нефть. Ученые КФУ совместно с Петрачино будут отслеживать процесс внутрипластового горения на Карамайском месторождении. Казанские экологи запустили конкурс «Школьный эко-патруль». Победителям подарят айфоны за сообщение о свалках. В Татарстане проходит месячник по проверке топлива. Эксперты уже выявили некачественное горючее на пяти АЗС. В Татарстане завершился конкурс «Туристический сувенир». Жюри решило, что гости с удовольствием увезут с собой магнитик в виде красного двухэтажного автобуса, который катает туристов по улицам города. В ближайшие дни продукция появится на прилавках магазинов. В Лаишевском районе Татарстана зафиксированы случаи встречи людей с бурым медведем. Специалисты Управления по охране и использованию объектов животного мира предупреждают, что медведь может представлять серьезную опасность для человека и просит соблюдать все возможные меры предосторожности. Столица Татарстана готовится к проведению первого открытого форума «Добрая Казань». Ожидается приезд ведущих российских экспертов в сфере благотворительной деятельности. В Казанском государственном энергетическом университете продемонстрировали работу итальянской установки по утилизации отходов полного цикла. Перспективная технология позволяет высушивать, гранулировать и перерабатывать в тепловую энергию пиловые, животноводческие и нефтяные шлаки. В Казани тем временем путем жестких отборочных этапов, бесконечных фотосессий и дефиле определяется краса студенчества Татарстана 2016. Последний шанс заполучить заветную корону, показать все свои творческие способности и только путем конкурса талантов дойти до финала. О том, чем удивили девушки компетентные жюри, узнала наша съемочная группа. Красота – страшная сила, но это не главный критерий конкурса таланта, грации и артистического мастерства краса студенчества Татарстана 2016. Умение красиво выражать свои мысли, правильно держаться на сцене, быть талантливой и артистичной – вот одни из главных путей к заветному финалу. Это конкурс таланта, красоты и грации. То есть девушки показывают, насколько они женственные, насколько они умны, красивы, талантливы. И мы хотим показать, насколько вообще универсально и уникальны девушки в нашей республике. Попробовать свои силы в конкурсе вызвало 150 молодых талантливых красавиц со всей республики, из которых лишь 38 прошли первый тур, визитку и дефиле. Теперь им предстоял самый сложный творческий этап – по максимуму показать свой талант и креативность. Чтобы стать обладательницей титула краса студенчества Татарстана, девушки удивляли членов жюри своими вокальными данными, пластичными танцами и актерским мастерством. Я решила, что лучше спеть, потому что я могу здесь и станцевать, и спеть, и проявить свои актерские качества. Захотелось вспомнить все эмоции, которые получаешь от конкурса. Захотелось просто насладиться этой атмосферой, познакомиться с новыми людьми, проявить себя, также показать свой талант, представить вуз. На каждом этапе путем конкурсного отбора компетентное жюри отбирало самых достойных участниц. Только 15 конкурсанток станут финалистками и будут бороться за заветную корону победительницы. Но, как признаются девушки, главное не победа, а участие. Победительница этого конкурса должна в первую очередь обладать целеустремленностью, быть смелой. Самое главное быть смелой, не бояться проиграть. Кто же станет обладательницей заветной короны, мы узнаем 25 ноября на финале конкурса, который пройдет в культурно-развлекательном комплексе «Пирамида». А пока поздравляем всех участниц, ведь дойти до финала конкурса уже победа. Анастасия Иванова, Аня Глазунова, Руслан Урозаев, Универ-Ньюс. Наш телеканал принял участие в суперфинале одного из самых крутых проектов Казани, организаторами которого являются студенты Казанского федерального. Команда Универ-ТВ окунулась в мир адреналины, эмоций и испытала все на себе. О том, как это было, расскажет наш корреспондент Анна Глазунова. Увлеченность, волнение, дух соперничества и непреодолимое желание выиграть – это далеко не все, что можно испытать, пройдя захватывающую игру, максимально приближенную к реальным событиям. Примерить на себя роль юнитов и штурманов смогли также и сотрудники телеканала Универ-ТВ. Задача юнитов – выполнять задания в дистректах, то есть своего рода отдельных комнатах, а штурманы должны направлять их. Сложность состоит в том, что местоположение друг друга они не знают. Юнит находится в запутанном лабиринте тысячи квадратных метров, где ничего не видно, а штурман – запертый в бункере. Аня, слушай меня внимательно. Здесь написано «Клементина – талисман этого лабиринта». Отсвободите своих штурманов и набирайте все за лабиринта. Первый этап проекта стартовал год назад на стадионе «Казань-Арена». В этом году произошла перезагрузка, и второй этап уже проходит на другой территории с новыми заданиями. Изначально и сейчас цель, естественно, развлечь людей. Хотим дать возможность людям познать границу их возможностей, чтобы они почувствовали себя героями какого-то экшн-фильма и посмотрели, увидели, доказали, на что они способны. Во время прохождения игры всегда нужно быть внимательным, ведь испытания требуют предельной концентрации, а очень частой – смелости. Кто-то из игроков обязательно найдет для себя то место, где столкнется с собственными страхами – темнотой, червяками или замкнутым пространством. И, возможно, эта игра станет именно тем местом, где ты посмотришь своим страхом в глаза и вернешься сюда вновь уже для того, чтобы перебороть их. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На сегодня это все. Оставайся всегда в гуще событий с Универ ТВ. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова